ассаламу алейкум ва рахматулова баракату приветствуем всех любителей аборигенных средназиатских овчарок сегодня мы расскажем о тех собаках которые были вывезены из таджикистана и живут сейчас в россии вот конкретно эти собаки проживают в подмосковье где-то 200 километров это черно-белый кобель пол вон вывезен виде щенка 2015 году и чокар вот это вот она вывезена 2016 году мы очень неохотно честно говоря помогаем вывозить собак потому что не сторонники того чтобы жили собаки наши в гор в городах а вот на такой природе и очень близким своим хорошим знакомым помогаем иногда и вот это под последняя как говорится наверно предпоследние такие собаки у которых мы помогали вывозить великолепные собаки сами по себе но увидите какие легкие движения и учу чокар и у пол вон у вани здоровые уже не раз приносила подрос его чокар у пол вон еще потомство не было вот такой вот малюсенькой вот сейчас вот на этом кадре вы видите вот черт чашмовая такая была чокар когда мы ее взяли в атаре тогда она была темная а вот она пошла в свою мать вот это вот мама все щенки были черт чашмовые вот такие вот такая вот она это в тангаре мы снимали вот это вот ее как говорится стая вот это ее сводные братья и сестры вот это вот отец видите мощный кабель такой и это вот тоже еще один кабель из этой же отары ну видно что по красу подходят а это вот таким вот малюсеньким был совсем пол вон никаких пятен у него не было мраморности был он вот такой вот полностью просто черно-белый и по матери ничего и вот отец это его отец это муминобаде мы снимали вот но собаки сами из обе гарма вот эта мать и вот какими вымахали посмотрите какие легкие движения классно двигаются собаки здоровые играются во все ну как мы видим вот пол вам был совсем малюсенький в коробке из под обуви вообще мы его привезли вымахал вымахал он где-то под 75 холки а чакар где-то чакар она в 67 где-то может быть да ну самое главное что обе собаки очень подвижные очень игривые они какую-то такую работу на ферме не выполняют но зато потомки чакар на фермах работают и на северном кавказе и вот в средней полосе россии и очень довольны люди мы рады что то не все так вольготно чувствует хорошо им не заперта они в квартире не заперта не в клетках а вот таких на вольных хлебах причем и чакар и полон прошли и тренировки и обучение слушают команды выполняют команды что в принципе чему конечно же не учат никаких вот аборигенных собак средназиатских не учат никто никогда их ничего не учил единственно что у них инстинкте есть охранные вот такие качества их не они очень территорию свою охраняют но тем не менее вот собаки они веселые любят ходить и приятно за ними наблюдать вот каждый раз мы получаем в это видео от юли огромное спасибо вот полон сначала отправлялся к другим нашим друзьям вот как-то так не прижился он там и вот забрала его юля телефоны вот юли есть если кто-то там потомство интересуется потому что вывозить собак из таджикистана это такое муторное дело на самом деле это связано во первых и с таможней и связано из санэпидентной станции и всего это во первых с одной стороны с другой стороны это привычный такой процесс это процесс прохождения через таможню и в таджикистане а потом еще и российская таможня у меня как-то товарищи вес тоже вот щенка сам отвозил и это было связано с большой головной болью он и пока что пока мы прошли все вот эти препоны сама к в аэропорту домодедово я проклял все потому что там не только там забирают и овощи и фрукты а представляете собак когда вез просто живой организм так либо овощи и фрукты просто выбросил бы и пошел бы дальше а собаку пришлось таможника ублажать как говорится поэтому и не стоит того потому что собаки эти под стандарт не подходят как говорят родословных они не имеют родословные это все условные потому что собаки эти рождаются аватарах никаких есть клуб собаководцев таджикистане но он их не регистрирует так что занимаются эти собаки нужны только для того чтобы работать на фирме или охранять какое-то там предприятие или что-то еще ну вот но мы видим что здесь они себя прекрасно вольготно чувствует и вот это вот очень радует вот такие вот они аборигены стране азиатские овчарки в таджикистане их называют саги дагмарда саги чапуни в узбекистане называют чапун-ид кто-то вот говорит что бури басар вот мы видели в казахстане их называют то бед в кыргызстане до бед то бот но в туркменистане соответственно алабай но это тоже мы все говорим что это локальные местные названия которые ни в коем случае не породные названия нет таких пород нету не алабая не то бета не то бета не того то ничего нет нету не существует и саги дагмарда по документам и саги чапуни и саги точеки такого нету это просто как говорится местные названия одной и той же породы но вот как говорится кого интересует родословные и соответствия стандарту мы еще раз говорим что никакого отношения эти собаки к стандарту не имеют вот такие вот любят они конечно и купаться мы видим здесь он классно отдыхает в таком вот водоеме среди лесов подмосковья зелень несмотря на то что это снималось в начале осени видите все зелено ну ничего как говорится к российским реалям тоже приспосабливаются вот я знаю что у моего друга уельдара в твери тоже живет наш песик здесь так он на морозе вот спит в 30-40 градусов валяется в снегу у него есть будка но он в будке даже не хочет ночевать потому что вот нравится ему там конечно вот в россии есть клещи всевозможные опасные в таджикистане таких вот этих клещей опасных нет тут есть клещи который сосут кровь но вроде как бы не так страшно это тем не менее вот мы видим что у юли собаки себя чувствует прекрасно и опять таки если есть какие-то вопросы по аборигенным средназиатским овчарка можете обратиться мы оставим телефон вот ее напишем ватсап на экране будет показан пожелаем удачи юли и питомцам мы всегда внимательно следим за всеми теми собаками которых как говорится помогли вывести и это вот их пересчитать можно на пальцах одной руки так что опять таки скажу что многие нам пишут и многие просят но мы отказываемся потому что заниматься этим делом во первых очень муторно и проблемно во вторых все-таки хотелось бы чтобы собаки оставались в таджикистане и никуда и то есть выполняли свое дело свою работу опять-таки всем желаем удачи успехов вот мы тоже посмотрели и вы посмотрите как себя прекрасно чувствует саги тахмарда аборигенной средназиатской овчарки которые вывезли из таджикистана в россии удачи и и Субтитры создавал DimaTorzok